Помните, мы задачу сначала решали, когда необязательно, чтобы все сосуды были заполнены. Что можно было оставлять незаполненные сосуды. А потом мы задали себе вопрос. А вот если обязательно, что все сосуды заполнены? Понимаете? Количество способов. Вот что сделать? Положить. Сколько у нас там было ложек? Там у нас были ложки, все разности. Семь ложек. Хорошо. В сколько чашек? Четыре чашки. А вот теперь внимание. Чтобы в каждой чашке хоть что-нибудь было. Я объясняю. Давайте зачеркнем пока вот это последнее, последнее, вот это что будет, берем. Тогда задача будет чрезвычайно простой. Почему? Потому что мы раскладываем ложки. Да, четыре седьмого будет. Мы раскладываем ложки. Берем первую ложку, кладем в любую из четырех чашек. Так? Берем вторую ложку, кладем в любую из четырех чашек. Берем третью ложку. Берем четвертую. Берем седьмую. Каждый раз четыре варианта. Это все понимают? Угу. И вот это называется правило умножения и стабилидотики. Каждая ложка дает четыре варианта. И это четыре в седьмой степени. Только вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Возможна ситуация, когда у вас останется пустая чашка. А может быть даже три пустые чашки останутся. Согласны? Угу. Поэтому ответ четыре в седьмой не верен. На самом деле ответ меньше, чем четыре в седьмой. Четыре в третьем. Нет, нет, нет. Как считать? А давайте я нарисую эту чашку. Первая чашка, вторая, третья, четвертая. И мысленно представим себе. Есть все варианты. Что? Чашки одинаковые? Нет. Чашки разные. На прошлом занятии сложно обсуждать. Все варианты. Этих самых всех вариантов четыре в седьмой степени. Понятно? Надо какие-то варианты попросить. Отлично. Какие плохие варианты? Это когда все ложки захотели в одну чашку. Есть такой плохой вариант. А на самом деле есть и другой. Есть и другой плохой вариант. Да, в одну чашку никто не захотел. Когда в три чашки положили, а в одну никто не захотел. Понимаете, Даня? Да. Вот, ребята. Вот это проблема. Это серьезная проблема. Потому что, когда вы будете решать задачу про три чашки, там, конечно, вроде ответ три в седьмой. Но среди них есть те варианты, понятно, да? Да, в русский зону. Так вот, есть отдельная, серьезная тема на анатолике. Называется формула включения-исключения. И она посовещена ровно таким задачам. Ведь сейчас мы должны из всех четыре в седьмой варианты выбросить какие-то плохие. Правильно? Давайте я не буду сейчас говорить про форму, потом мы появимся у нас, естественно, могут. А давайте я пока просто поговорю, что такое вообще плохое. Что значит вот эта чашка плохая? Мне нету ложек. Значит, и нету. Так вот, давайте. Давайте просто я нарисую условно все вот такие варианты. И давайте я чашечку напишу и напишу А1. Что такое А1? Это первая чашка пустая. Скажите, пожалуйста, сколько в А1 всего вариантов? Ну, четыре. Нет? Это чашка пустая. А вот эти, как придется? Три в седьмой совершенно верно. Три в седьмой. Потому что с куждением то же самое, что вот здесь. Берем первую ложку. Она идет в одну из трех чашек. Берем вторую ложку в одну из трех чашек. И так для каждого что? Три в седьмой. И это здорово. Давайте это зафиксируем. Количество в А1 в 3 в седьмой степени. Я сейчас не считаю, но когда нужно будет, мы посчитаем. Понятно? Мы подряд ли мы просто посчитаем. Проблема не в этом. А проблема в том, что, разумеется, у меня точно так же есть А2, А3 и А4. Смотрите. Что такое А2? Нет, там эти же варианты считаются. Это вторая чашка пустая. Понятно? Чашка пустая. Да, все чашки разные. Вторая чашка пустая. Есть А3, можно и не писать? Считайте, что все понятны. И в множестве А1, в множестве А2, и в А3, и в А4 поровну элементам. То самое число 3 в седьмой степени. Как это выглядит? Вот есть все-все-все четыре седьмой вариантов, их очень много. Среди них есть те, когда первая чашка пустая. Соответственно, вот это, это какие варианты? Не пустая. Когда первая чашка не пустая. Отлично. Среди них есть варианты. Там, где вторая чашка. Где вторая чашка? А по СР, где и первая чашка? Да, а здесь не выпустые, но совершенно верно. А еще есть какой вариант? Да, третья чашка. Да, третья чашка. Дальше у меня проблема. Множество А4 тоже надо как-то нарисовать. Ребята, можно я его нарисую как-нибудь совсем условно. Хотя, на самом деле, понятно, что как-то... Кстати, мы потом обсудим. Дело в том, что для двух множеств рисовать картинка очень легко. Это просто два перечискающихся круга, да? Для трех множеств тоже легко. А вот как красиво рисовать для четырех множеств, это не особая проблема. Есть кто-то, кто думает, что легко? Пожалуйста, скажите. Для четырех множеств, как нарисовать картинку, и чтобы там были ли все варианты? Пожалуйста. Раз. Два. Три. Прекрасно. Отлично. Пожалуйста, посадитесь. А давайте я посчитаю, сколько у нас областей получилось. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. Каждому множеству принадлежим или не принадлежим? Вы забыли некоторые варианты? Понятно? Нет. Для четырех множеств картинка совсем не такая. Она есть, она очень красивая, но она не такая. Но, ребята, с другой стороны, вот эта вот красота изображения совершенно не молодая. Объясняю почему. Потому что на самом деле важно, что в принципе эти множества есть. Так? Ну вот, еще раз. Как-то они там есть. И смотрите, что я должен сделать сейчас. Я должен из всех вариантов... Их сколько? В четыре седьмой. Их четыре седьмой степени. Отлично. Я должен, внимание, из всех вариантов вычесть... Так, вычесть какие-то минусы. Вычесть один. Правда? И называется формула включения-изключения. Итак, есть все варианты. Какая я вам обозначил? Все. Их четыре седьмой степени. Из них я вычитаю... Вычитаю что? Те варианты, когда первая чашка пустая. Понятно? Это плохие варианты? Да. Клохие. И из них... Кстати, их три седьмой степени. Из них я вычитаю... А, что эти камень, значит, как вводить? Это количество. Ну, понимаете, мне все время писать слово «количественные элементы» очень долго. Применяются два обозначения. Одно обозначение такое. Такую решеточку пишут. И это очень часто обозначает слово «количественные элементы». Ну, как-то надо. Количество элементов настолько часто встречается, что это надо как-то совращать, иначе просто устанете. И другой способ. Это пишите множество и ставите в эти кадры много. Это тоже означает количество. И так, и так вполне можно. Так вот. Надо вычесть те, когда вторая чашка пустая. Надо вычесть те, когда третья чашка пустая. Понимаете ли? И те, когда четвертая чашка. Это вообще похоже, как будто бы отрицательное число. Нет. У какой получится... У меня сейчас мало было бы это. Важно, чтобы получится неверный ответ. Добавите, когда засчитаем по два раза. Потому что, смотрите, вот было А1, мы выкинули. Надо прибавить вот эти пересечки. Было А2, мы выкинули. Но вот это мы выкинули два раза, а надо было выкинуть. Понятно, да? Хуже того. Если что-то входило в А1, в А2 и в А3, то мы это выбрасывали сколько раз? Три. Три раза. А надо было, понятно, да? Поэтому я, конечно, сейчас пошел возвращаться. Я пошел возвращаться. Я возвращаю пересечение А1 и А2. А1 и А4. Кстати, а сколько есть элементов в пересечении А1 и А2? Что такое А1? Пустая первая часть. А, А2 в седьмой часть. Что такое А2? Пустая вторая. Молодец. Это вариант, когда мы кладем только в третью и четвертую часть. И в один. Поэтому здесь я везде пишу 2 в седьмой степени. Согласитесь, что это не так уж и неправильно. Да. Теперь еще надо выбрать А2 в пересечении с А3. Здесь тоже будет по всему. Дальше пошло А2 в пересечении с А4. А3 в пересечении с А4. И вот очень важно, чтобы эта форма все равно не верна. Потому что те, которые А1, А2. Плюс А1 получается. Давайте обсуждать, почему не верна. Потому что если вот элемент был здесь, то на самом деле мы его хорошо посчитали. Мы его посчитали, когда считали все, и потом мы его никогда не выкинули. Поэтому для экспериментов все в порядке. Для вот этих элементов, которые лежат А2 и А1, и больше нигде не лежат. Все замечательно. Мы их выкинули один раз. И больше мы их никогда не выкинули и не прибавляли. Для элементов, которые лежат в пересечении А1 и А2, и больше нигде не лежат. Ситуация такая. Сначала мы его взяли, потом мы его два раза выкинули, и потом мы его один раз прибавили. 1-2 плюс 1 это что? Это 0. А он и должен быть посчитан в ноль раз, потому что он плохой. Да? Да. Замечательно. Но проблема вот с этим. Ну это 1 и 7. Два раза вернули. Давайте посмотрим. Сколько раз мы его считали? Сначала мы посчитали, когда считали вот это. Потом мы его выкинули. Раз, два и три. То есть считаем 1 минус 3. Потом мы его три раза вернули на место. А, тогда все. Что все? Нужно еще раз вычесть его. Еще раз вычесть? Надо еще раз выкинуть, потому что на самом деле мы его считать не должны. Ну вот. Значит, надо выбросить троймерное сечение. А1, А2, А3. 1 седьмой. Кстати, такой единственный вариант. Понимаете? Ну это будет 1 седьмой. Ну 1 седьмой, но это вот то же самое, что 1. Дальше. А1, А2, А4. Понятно? Это тоже 1. Дальше. Так, А1, А2 я взял. А1, А3, А4. А4. И, наконец, А2, А3, А4. Понятно? Нет, как это считать? Это когда пустая, вторая, третья и четвертая чашки. Проще говоря, все попало в первую. Это один единственный вариант. И здесь один единственный вариант. Так, ребята, вот сейчас я должен сказать, что, во-первых, задачу не решили, но если нас интересует общая формула, то на самом деле общая форма выглядит не так. Давайте посмотрим. Если на самом деле нас интересует общая форма для таких штук, что там еще должно быть? Смотрите. Предположим, что есть произвольные 4 подножески, и в этих самых подножесках у нас возможно четверное пересечение. Нас интересует вот дополнение. Понятно, да? А почему у нас, кстати, нет? У нас нет, потому что невозможно, чтобы все 4 чашки были быстрее. Все-таки, когда у вас есть ложки, то куда-нибудь каждая ложка попадет. Поэтому хоть одна чашка, но будет. Так вот, смотрите, четверное пересечение. Сначала мы его один раз посчитали, потом четыре раза вычли. Это один минус четыре. Понятно? Потом шесть раз прибавили. Попарни, пересечение, шесть штук. Понятно? Потом четыре раза вычли. Так, что реально произошло? Получилось семь. Надо прибавить один. Чтобы был ноль, надо прибавить один. Потому что сейчас получается минус один. Вот на этой доске это не страшно, потому что у нас нет чашки нового пересечения. Но если бы оно было, то была бы проблема. Поэтому по-настоящему формула, мы говорим так еще, надо еще прибавить количество элементов пересечения всех четырех. У нас оно просто равно ноль. Так, давайте теперь все-таки посчитаем. Это совсем не страшно. Это не диппокулятор. В принципе, можно и без проблем. Итак, четыре в седьмой минус четыре умножить на три в седьмой плюс шесть умножить на два в седьмой минус четыре. Так, что мне продиктует? То есть поддельно. Четыре в седьмой это шестнадцать тысяч. То есть, это больше всего. Шестнадцать тысяч тридцать плюс четыре. Три в седьмой это две тысячи сто сто десять. Так, два в седьмой леса, отбloем? Сто двадцать. Сколько? Сто двадцать восемь. Так, минус четыре. Ребята, у меня есть, поиск лица, я могу с вами посчитать, как и приобретали? Да. Владимир Дабыть умножить и Диндабыть умножить. 2400. 2400. Точно? Да. Мы с вами решили эту задачу. Причем, знаете, пожалуйста, мы ее решили, используя важное комбинаторное соображение. Используя формулу включения москвича. Продолжение следует...